Сначала думал, как спарринг-партнера будет использовать, потому что там были сильные игроки Фес, Кравцов, Натяжка. Там Фес травмировался. А потом, как попал в сборную 12 человек, то уже старался показать, что не только как спарринг-партнер могу быть, но и как игрок. Тяжело было, потому что они, можно сказать, поопытнее в некоторых моментах, посильнее. Но, с другой стороны, мне это дало много чего. Больше плюсов в защите было. Больше таких игроков защищаться в нападении также. То есть здесь свой плюс. Ну вот, когда покидали игроки, да, там, уходили друзья мои, да, тоже было, конечно, жалко. Вот, хорошие ребята. И я даже готовился сам, что мне подойдет и скажет спасибо, вот, есть к команде. Я готовился к этому, но, как видите, такого не случилось. Вот, я как остался в команде. Чи хвилювался ты у Любляні перед стартом турнира? Чи відрізняется, чи відрізняется відчуття перед стартом Евробаскету від початку молодежно-юнацьких турнирів? Ну, да, волновался немного. Ну, как бы я знал, что я много не буду играть или вообще не буду играть. Но все равно волнение присутствовало, потому что, как бы, первый раз выходишь на площадку за национальную сборную. Это дает какое-то волнение. В первой игре, когда наши команды представляли, я так, не означаю, посмотрел на трибуну, уж, что увидел знакомое лицо. Вот, кто оказался Гроботко, так помахал ему рукой. Вот, а потом после Германии, по-моему, так подошел к нему, поговорил. Он меня там успокоил, говорит, ты не переживаешь, так мало играешь в клубе, вернешься, будешь в Польшу играть. Ты, главное, все равно достижение, что ты попал сюда, ты не расстался. Ну, успокоил меня, можно сказать. Перший матч с бельгийцами, все помнимо. Чи можешь ты пригадать свои ощущения, момент, когда начали прогровать 13 очков? Про что ты думал, на что сподівался в этот момент? Не здививался, что прорвало в самый последний момент Игора Зайцева? Ну, да, Бельгия хорошая команда была. Вот, мы проигрывали много. Но главное, что не остановились, показали характер. Вот, и продолжали атаковать их, вот, и сократили дистанцию. Игорь Зайцев показал хорошую игру. Как бы я не удивился этому, потому что он хороший игрок, в принципе. У него хороший бросок есть, проход. Ну, то есть он, можно сказать, в ответственный момент не сдрефил, а потянул команду за собой. Сбірная Украины начала кувати перемоги без твоей присутности на майданчику. Чи не было прикро, что не выпускают тебя в эти моменты? Ну, конечно, было, было немножко. Но все равно как-то я радовался за команду и за себя. Потому что, можно сказать, я и был частью команды. Вот, находился в ней. Ну, как бы я радовался за ребят, которые доказывали. Ну, у нас состав был довольно молодой. То есть не было опытных игр ветеранов. Вот. И то есть молодые игроки хотели так же самое доказать, показать себя. На характере выигрывали игры. Ну, наверное, мы, когда прошли в другой раунд, то есть для нас, мы считали, как мы считали, что для нас самый удобный соперник – это Латвия. То есть мы можем ее выиграть и пройти спокойно дальше. Но вот так вот недооценка соперника сыграла свою роль. Вот. И мы так проиграли. Да, вспоминали с временем эту игру. Конечно, не буду комментировать. Вышел тогда, хотелось показать себя. Было, конечно, очень тяжело, много игр не играл, сидел. Потом вышел, как-то дыхалка сбилась. Ну, смешило нас немного такое за мое действие было. Как бы он меня чувствовал, я его. И так он… Я ему так заснул. Просто мое дело было провалиться, а его дать пас, и вот результат. Розкажи, будь ласка, про визит до президента Украины. Как тебя запросили? И что вы там делали? Какие впечатления у тебя получились? Вот. Как запросили? Да, было после игры с Киевом. Как бы я уже отдыхал буквально. Мне в 2 часа ночи позвонили, сказали, так и так. Завтра надо будет ехать в Киев, там президент хочет встретиться. Вот. Поздравить как бы с хорошим выступлением. Вот. На следующий день мне опять утром звонят и говорят, у тебя есть костюм? Я говорю, какой костюм? У меня только спортивная одежда. Вот. И я как бы вот так полдня обмотался по Одессе, искал себе костюм. Он так не нашел, одолжил у Стаса Завадского. Вот. И поехал на самолет вечером поехал в Киев. Утром нас там собрались, там 4 человека было и 4 тренера получается. Вот. Собрали, пришли к президенту, нас поздравил. Посидели, поговорили с ним. То есть впечатление отличное, положительное. Про что спілкувалися? Были какие-то особовые разговоры с президентом или именно про Евробаскет? Ну как он поздравил нас. Посидели, поговорили. Он рассказывал про спорт немного. Вот. Там по вопросам в этом, по проблемам в стране поразсказал немного, там своих историй поразсказал. Ну то есть было интересно. Враховуючи те, что на Евробаскеті ти зиграв лише 11 хвилин, чи шкодуешь про те, что раньше не прибув до команди своей, до Химіка, и с ней не готовился до нового сезона? Нет, я ничего не жалею. Потому что попасть на Евробаскет, то есть это большой опыт. И мне этот Евробаскет немного принес уверенности. То есть я сейчас вихожу на площадку, нет такого мандража, как было в прошлом году и еще когда-то. Более уверенность стал. Что тебе, я говорил, тренер особисто перед тем, как поехал до США? Говорил, работать над собой, надо набрать немного веса. Я сам понимаю. Поработать немного. Он говорит, что следит за всеми игроками, чтобы все старались. Я считаю, везде можно прогрессировать. Главное, самому хотеть и не становиться на достигнутом. Идти дальше и дальше. Продолжение следует...